Бойцы кланов. Вторая кампания на глобальной карте близится к завершению. Скоро начнётся её последний этап — Золотая Лихорадка. В боях смогут участвовать все кланы, независимо от времени создания. Будет использована техника до 10 уровня включительно. К началу этапа кланы сохранят завоёванные за время кампании провинции. Но в первые сутки вся глобальная карта станет доступна для высадки. Кланы без владений смогут выбрать для атаки любую территорию. Бои пройдут по правилам турнира на высадку. Финальная схватка с владельцем провинции. Через 24 часа передел мира закончится. Дальше будут действовать правила Золотой Лихорадки. На глобальной карте появятся области, обозначенные как месторождение. Они состоят из приисков. Только такие провинции будут приносить очки победы. Чтобы выиграть, кланы должны бороться за контроль над ними. В центре месторождения находится Золотая Жила. Сама по себе очков победы она не даёт, но обеспечивает преимущество, если вы контролируете прииски этого месторождения. Каждый из них приносит в 4 раза больше очков победы, пока клан владеет Золотой Жилой. Одновременно на глобальной карте может находиться ограниченное количество месторождений. Каждый из них существует 4 дня, после чего исчезает, а затем появляется на другом участке. Старые прииски и Золотая Жила при этом становятся обычными провинциями. В первый и третий день своего существования Золотая Жила становится зоной высадки. Кланы, утратившие контроль над приисками, не теряют заработанные очки победы. За участие в боях третьего этапа игрокам будут начисляться очки славы. От их количества зависит, получит ли боец в награду танк ВК-7201. Очки славы выдаются по результатам любого боя на глобальной карте, даже проигранного. Чтобы заработать больше, выполните дополнительные задачи. Зов славы. Все бойцы клана, принимавшие участие в схватке за контроль над прииском или Золотой Жилой с владельцем, получат в награду дополнительные 10% очков славы. Куча мала, клан у которого нет ни одной Золотой Жилы, должен сразиться за любую провинцию с командой, владеющей хотя бы одной такой территорией. Бойцы этого клана, участвовавшие в схватке, получат за бой на 20% больше очков славы. При выполнении нескольких задач коэффициенты складываются. При выходе из клана набранные очки славы сохраняются. По итогам третьего этапа кампании игроки получат уникальные знаки отличия. Более подробно об условиях и наградах можно прочитать на портале. На этом все. Удачи в бою!